Привет, дорогие друзья, меня зовут Энни Марс, и мы с вами продолжаем играть в Скайрим, и в прошлой серии мы с вами закончили на том, что открывали очередные интересные места здесь, рядом с Рифтоном, так я понимаю, но я рядом с Рифтоном нахожусь, ну судя по местности, да, а так вот, если честно, да, действительно, Рифтон, продолжаем его здесь штурмовать, изучать, смотреть, что здесь к чему, всякие вон хижинки, деревушки, какие-то форты попадаются, здесь где-то имеется опана, волк. Идет крадучесть, пока меня не видит, я должен атаковать его первым, где-то здесь должен находиться у нас нордский, как они там, курган какой-то, ну что-то в этом духе, и там находится еще, кстати, драконий жрец, судя из комментариев, то, что вы написали, я это все держу в голове, до сих пор жду, когда оно мне встретится, где-то я его уже видел, где-то он мне попадался на миникарте когда-то, я, по-моему, когда ходил квест выполнять, в пещеры те, которые там, недалеко от Рифтона, я не помню, зачем меня туда послали, но что-то было дело, в общем. Где-то действительно мелькал значок, я его узнаю из тысячи. О-о-о, несется. Почувствовал я вашу драку прервал, смотрите, волк что-то не поделил с пауком, интересно, что это они вдруг не поладили, в принципе, что тот нападает на обычных путников, на мирных, что другой, такой же, не лучше. Оба хороши, оба поплатились. Так, очередной фортец, интересно, кто в нем здесь находится у нас, бандиты на этот раз, кто там, маги, а может быть, это, кстати, какие-нибудь имперцы или братья Бури, вон какие-то у них висят баннеры или что это, форт Гринволл. По-моему, это имперцы. Ну-ка, если я встану, мужики. А-а-а. Ну ладно. Нет, с империей я не хочу ладить, а то сейчас вот так вот вырежешь пор, да, потом слушочек по скайриму пронесется, меня автоматически припишут к братьям Бури, а я еще не определился, с кем я. Ах ты гад, заметил мне все-таки, да, успел? Ох, свой яд вонючий. Ты-то откуда нарисовался? Вы или между собой делитесь, или на меня нападаете, тоже определиться не могут. А что с тобой, ты парализован, что ли? А, точно. Фу. Хе-хе, своими лапками уже тянется ко мне. Вот гаденыш, а они мохнатые у него такие. Мать-паучиха. Хотя, не, наверное, мать где-нибудь сидит в логове, яйца стережет, а это мужик, наверное, ходит тут на добычу. Как раз, наверное, волков и таскает к ней туда. Я думаю, что для них мухи это уже, ну, как-то не солидно, слишком они переросли их. Если обычные паучки вот такие вот на березках. Ух ты, небо какое. Они, возможно, паучков по классике, как это говорится, кушают, да запутывают свои сети. То эти здоровые, либо людей уже целиком таскают, наверное, в свое логово. Камень шура, ух ты, деревня новая какая-то. И музыка такая сразу началась, ух ты. Курицы бегают, прям, не знаете, в сельскую жизнь попал. Здрасте, классно. Интересно, здесь есть корова у них какая-нибудь? Сидят до этой. Я видел коров, они у них тут мохнатые такие, скайримские, суровые. Ну, давайте сначала начнем. Кузнец тут у них, как обычно, наверное, как во всех деревнях, самый общительный и вечно потерял какой-нибудь там недостаточный ингредиент. Надеюсь, ты прибыл сюда не в поисках работы на шахте. В смысле? А расскажи мне об этой шахте, что там не так? Красная шахта получила свое название от красного тумана, который клубится внутри. Ух ты. К нему быстро привыкаешь. Пахнет, как горячие источники в тундре. Только непонятно, откуда он берется. Вот это интересно. Вот это попахивает приключениями. А что с лучевой шахтой? Там пауки киш-мякиша. Чуть нас драгмаром не сожрали, когда вылезли. А что такой голос изъел? Я боюсь, что скоро они проголодаются и вылезут из шахты. Вот тогда будет настоящая беда. Понятно. А что городские стражники? Толку от них, как от пятого колеса в телеге. Как обычно. Что-то ляпнули про то, что высматривают вражеских солдат. Ага. И мол, какой смысл им тут караулить, если от шахты никакого проку? Идиоты. Вообще. Я избавлю тебя от напасти, не бойся. Знаешь что? Ага. Сдержишь свое слово, и все, что я наскребу, все твое. Да я могу и просто так, если честно. Мне нравится помогать вам. А расскажи мне о тех пауках в шахте, чем поподробнее. Приперлись и стали тут жить. Буквально за ночь. Даже не представляю, откуда они вылезли. Пока никто не пострадал, и из шахты они не вылезают. Но кто знает, что будет дальше. Если шахта не заработает, городу крышка. Это у вас еще и город? Я не хочу быть победителем твоей смерти. Будь осторожен в шахте. Ну не хотел обидеть. Больше на деревне похоже. Я тут коров ожидал увидеть. Ну курицы ходят по улицам, в принципе, да так. Никаких тут нету заборов. Кто-то украл твой сладкий рулет. А вот не угадал. Сладкий рулет я украл и уже сожрал давно. Давайте сюда зайдем тоже. Я думаю, ко всем надо наведаться. Сейчас кучу квестов наберем, если они здесь имеются какие-нибудь. Опа, на. Ты что, бодиа, это нападаешь на меня? Ты что этого замнила? Кстати, вот так вот воровать можно, я знаю. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давайте проверим эту теорию. Одеваем. И вроде как я сейчас могу смело прям у нее под носом брать. Смотрите, правда работает. Тебе нормально? Здрасте. А вот и я. Привет. Ты случайно не в сторону черного брода направляешься? Расскажи мне о этой шахте. Я слышал тут о ней много. Я, конечно, женщина. Но камни дробить умею не хуже прочих. Береги себя. Там можно попасть под обвал. Ясненько. А почему ты хотела посетить черный брод? Там живут мои родители. Я обычно навещаю их, чтобы подарить что-нибудь, да и просто сказать привет. Но в последнее время не очень хорошо себя чувствую. Я тут написала несколько писем и сложила их в сумку. Тебе не трудно отнести ее имя? Не, я же посыльный. Видно же по мне. Конечно, я отнесу. Правда? Да. Тогда я буду настаивать на том, чтобы вознаградить тебя за труды. Возьми эту сумку и отнеси ее моему отцу Вернеру. Он наверняка попросит тебя отнести что-нибудь обратно. Отлично. Мальчик на побегушках. Мне не привыкать уже. А ты больна? Что случилось с тобой? Я несла еду рабочим в шахту и неудачно упала. Ой, бедняжка. Какое-то время было совсем плохо. Но жрец Мары, шедший в Дон Стар, подлечил меня, насколько мог. До сих пор болит. И я не могу много ходить без отдыха. Не, ну раз такое дело, то, конечно, грех не выручить. До черного брода труден и опасен. Береги себя. Спасибо. А ты симпатичная. И губы какие-то необычные, смотрите, темные. Обычно у них как эта светлая там помада или чем они там пользуются. Ну, либо вообще не пользуются. А это прям видно, что намазалось чем-то таким. Надеюсь, мои родители здоровы. Да я еще не видел их, извини, я пока еще тут осматриваюсь у тебя. Я думаю, можешь тебе сыр твой вернуть, а то меня сейчас там стражники поломают. Они каким-то образом иногда догадываются, что он у меня при себе, ну, ворованные вещи в смысле. Я не знаю, как они это делают, каким чудом. Просто подойдешь к стражнику что-нибудь, там заговоришь о том о сем, ну, просто там дорогу спросить. А он говорит, ах ты подлый вор, иди-ка сюда. Как будто бы, знаете, мы с ним начинаем диалог, говорим. А вы кто такие? Эй, коджиты, привет. Подожди, стой, 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 стой. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. И что за коты здесь ходят толпой? Твой визит? А? Что? Вы кто такие, эй? Подожди, стой. Матрис Каджит не боится никаких свути. Многие отказываются разговаривать с нами. Да. Называют нас ворами и контрабандистами. Я рада, что ты не из таких. Да ты что, я кошек обожаю. А у вас проблемы с местными? В основном с нордами. Они не любят чужеземцев на своей земле. Так что нас они в свои города не пускают. Они всех нас считают ворами и торговцами с кумой. Это очень несправедливо. Но мы стараемся не обращать внимания. Вот такие неприметные, неприметные вообще. Я вас сразу же, у меня в глаза прям бросились, кинулись. А давно ли ты в Скайриме? Честно говоря, недавно. Я пришла в Скайрим, когда поняла, что мне не рады ни в Эльсвейре, ни в Сироддиле. Отчепенцы. Похоже, у меня просто талант ввязываться в неприятности с законом. Рисад умел не обращать на это внимания. И именно он помог мне снарядить торговый караван. Теперь я работаю на него. Ну, вы вооружены. Вижу такая кошка вся такая. Пусть дорога приведет тебя в теплые пески. Давай, хорошо. Пусть дорога приведет тебя в теплые пески. О, это кодинская фраза. Клевый вы. Вот и все. Я просто не каждый день таких встречаю. Каджит всегда опасается воров и карманников. Какой-то ты необычный вообще. У тебя уши торчком, серьги кучи. И пошли своей дорогой. Ну, классно. Слушайте. Я по одному, может, где-то их встречал, но как-то так незаметно. Ну, стоит да, стоит да, каджит. Причем, ну, такие они типичные все. А эти какие-то прям яркие такие. Уши у них самые. Они прям за версту мне показались. Я только вышел, и вот они сразу же. Уши в глаза. Так, дом от Фила. Так вот, я не договорил о стражниках. Представляете, стражник такой, начиная диалог. Здравствуй. Я ему говорю, здравствуй. И пока ты ему отвечаешь, моргнув глазом, глаз открываешь, он там уже в рюкзаке у тебя копается. Опа-на, сыр-то краденый. В красном черепе все было прекрасно, пока не появились эти чертовы пауки. Вот я примерно так диалоги со стражниками представляю после того, как меня поломали. Я просто поговорить с ним подошел, а он меня уже все, тащит в тюрьму. Это что-то с чем-то было. Хотя я не помню, это все родили было, или здесь Скайримя. Ну, в общем, такой случай был, поэтому я сейчас опасаюсь очень ходить с краденым. Расскажи мне об этой шахте. Все они гундят здесь. Добыча железной руды требует немалых сил и особых инструментов. Ну да. Только за последние полгода я сломал пять или шесть кирок. Но теперь, когда у меня есть камнебой, я буду проходить сквозь породу, как нож сквозь масло. Вот это сравнение, ну прям вообще. Процветание тебе и твоим детям. Ух ты, спасибо, но детей у меня нет. Так, это что? Эльфийское ухо, вы что обнаглели? А, ну это растение, ладно. Ладно, живите. Я думал, этот Норд и вообще ужас. Ух ты, а что Орд делает здесь? Но мы хорошо кладем за любую руду. Слушай, ты со спины как Норд выглядишь. Привет. Перед тобой лучший горняк Скайрима. А, это горняки. Живут общие хижины, у них у рабочих. Ну это в принципе понятно, бараки такие. Расскажи мне об этой шахте. Там повсюду этот растреклятый красный туман. Ни хрена не видно дальше вытянутые руки. Орки в своем стиле. Но если ты чуешь жилу нутром, как я, проблем не будет. Ага, гузлом скажи еще. Расскажи мне о тех пауках в шахте. Значит, долбим мы тут камень в самой глубине шахты. И вдруг, в один прекрасный день, эти твари идут повсюду. Я бы все зубы отдал, лишь бы этих длинных пулчар из шахты выгнать. Ха-ха, все зубы. Зубастик стоит такой. Пусть дорога будет милостивых глупцам. Вот один уже, видать, кому-то проиграл он. Обломанный. Так, ну, воровать, конечно, горняков, это прям вообще самое последнее дело, естественно. Обычные трудяги, таких поддерживать надо. Трудятся честным таким, знаете, путем. Зарабатывают, добывают деньги тяжелым. Так, сюда мы заходили. Сюда заходили. Вот всяких таумарцев, зажравшихся в резиденциях. Вот это просто вообще грех не обворовать, там что-нибудь не вытащить. Так, с Ольги мы были, или с Ольга. Да, с Ольга. Что у них тут еще имеется? Все, такая маленькая. Ну, ладно, пойдемте в эту известную уже шахту. Столько нам они тут понарассказали. Красный туман какой-то. Главное там не задохнуться. Нужно держать ухо востро. Проклятые драконы могут броситься на нас в любой момент. Серьезно, что ли? А я не знал. Привет. Неуважение к закону, неуважение ко мне. И здесь империя уже, да, правит, смотрю. Стража свою местную, наверное, здесь прогнали. Так, это кто? Ага, ну это... Это с другой стороны, что ли? Ничего себе, как все устроено вообще. У него удобненько. Так раз, вышли отсюда, прям привезли этих... На плавильню. Что тебе нужно? Да ничего не нужно, я пошел исследовать. Мужцем перцем погиб. Хотя он вряд ли что знает. Он только предложит присоединиться к ним. Скажет, иди там, найди генерала Тули. А они обитают в Солитюде или где-то, не помню. Как всегда. Кстати, да, видно уже красная такая дымка здесь везде. Ну вот первый кандидат у нас. Ох, как же я красиво все-таки в этой броне смотрюсь. Мне прям нравится. Правда, урон... Ой, это... Ну да, и скрытность, и урон. Да у меня сейчас все ниже. У меня там такие свойства были отличные на той броне. Но зато это очень симпатично. Ну и вообще, как бы, чуть-чуть немножко обновился хоть. А то все черные, одинаковые. Да и в целом, может быть, посложнее будет. Буду биться как-нибудь так. Знаете, уже. Отчаянно. Ни в коем случае не подпуская никого в ближний бой. Ну, хотя написали в комментариях, что так или иначе. А ближний бой изучить тебе придется. Мне пишут это еще в самой первой серии. Кто смотрит, кто следит, тот знает. И подтвердит, что я это не выдумал сейчас. А поэтому... Бог с ним. Живем как-то, держимся и нормально. На всякий случай у нас есть... Все, что ли? Крик так мало. На крайний случай у нас есть крик безжалостной силы. А все, кто хочет с нами сближаться, они летят, кувыркаясь. В разные стороны. Ну, давайте посмотрим, что здесь. А в чем вообще причина здесь же должна быть? Какая-то причина. Откуда они здесь делись? Откуда этот красный туман? Что это такое? Может быть, кто-то наслал сюда какое-нибудь проклятие. Иссушенное тело. Ну да, о чем как раз я говорил. Здесь вообще сразу видно было, мы еще когда подходили к этому городу, в кавычках, уже было понятно, что здесь какие-то проблемы с пауками. На меня уже напали. Сразу же еще она подходит. Вот то, что такое? Кружка какая-то. Что она там стоит? Под лестницей кружка. Вы видите или это мне кажется? Это, по-моему, реально кружка. Кто-то заначку, по-моему, оставил на черный день. Вот они, горники. Видать, начальство запрещает им здесь. Ну, а как-то себя подбадривать надо на работе, видать. Ну, чтобы совсем уж не унывать от такой тяжести. Они, бац, уже нашли куда прятать. Ну и все. Вот так, между демом, пока начальство не видит. Намахнул и дальше киркой махать. Вот и жизнь. Так, ну, в общем-то, здесь тоже тупик. Видно в паутине все. Что-то очень странное. Не знаю, в чем причина тогда? А он там что? Как туда залезть? И можно ли? Хотя не, вряд ли. Неужто просто на выход? Я не хочу отсюда уходить без знания. Может быть, здесь какой-нибудь тайный ход есть? Какой-нибудь прорубить надо, что-нибудь. Ладно, пойдем без доклада. Бог с ним. Жаль, конечно, очень. Я надеялся на большое приключение. Думал, как в том маяке будет. Что придешь там, где-нибудь пролезешь. Ага, вот именно это я и ищу. Проходишь в проход, и начинается какая-то уже другая территория, локация огромная со своей историей. Я думаю, здесь так же будет. Противные надоеды, так ведь? Ага, все пауки в шахте перебиты. Все? Да. Все до одного? Ну да. Да быть того не может. Я тебе говорю. Теперь мы снова откроем шахту. Камень Шора снова появится на карте. Пожалуйста, возьми это в знак нашей признательности. Давай. Ого, а ты щедрый кузнец, смотрите, а. Не будь глупцом. Камень, это наша жизнь. Спасибо большое. Бизнес, видать, прет нормального мужика. Несмотря на то, что здесь материалы это не доставляются. Ух ты, закат начался. Красотень-то какая. Сразу видно, эти пошли тоже трудиться. Два мужика. Заначку вашу не трогал. Идите, успехов вам. А мы пойдем дальше. Так, надо посмотреть, наверное, что у нас там с этим-то. Отнести сумку верно, но в черный брод это где находится. Может быть здесь где-то, рядышком. Ну, как сказать. Ну, так относительно. В принципе, там тоже будем в любом случае. Но главное, что нам хотя бы на карте ее отметили. И пускай она будет на карте. Если ряда буду проходить. Целенаправленно, конечно, сейчас не понесу. Да так, мелочь. Ну, мимо будем. Отдадим. Почему бы нет? Потом еще надо будет назад прийти, как я понял. Потому что, если так вспомнить ее слова. Ох, ну какая же все-таки природа-то, а? Она сказала, что, скорее всего, она тебе что-нибудь даст, тоже захочет. Мне. А вы че, мертвые, что ли? Опа-на. Чуть не чисто. Интересно, кто это здесь по-бывам уже? Агенты братьев Бури или... Имперское донесение. Лейтенант Армигер. Наши разведчики сообщают, что в вашу сторону движется банда повстанцев. Будьте на чеку, подкрепление уже в пути. Эх, не дождались, ребята. Ну, вот нам ответили хотя бы на вопрос. Кто же их убил? Банда повстанцев. Да, точно, это те самые ребята, которые с братьями Бури. Ну, это, то есть, норды, которым не хочется к империи примыкать. Ну, которые, наверное, скорее всего, еще даже не вступили в ряды братьев, а как-то так. Иначе бы их, наверное, так и назвали бы люди-братьев Бури к вам идут, а не повстанцы. Хотя, может быть, это неофициальное название у них, ну, среди вот этих вот местных имперских солдат. Черт их знает. Я пока что в их войну не ввязываюсь и как-то особо даже не тянет, знаете ли. Я просто поражаюсь вот этой местности. Мне, ну, вы сами полюбуйтесь. Вот, вот в любом месте вот так вот садись и картину рисуй. Вот сейчас был бы художником, прям холлс бы достал прям здесь и сидел бы рисовал. Особенно по такую музыку и вот листики падают. Я даже не против, боже, мне она куда-нибудь на нос прилипла. О, появился у нас вдалеке, о чем я говорил. Какой-то курган. Вот он, Мишка, который звуки сдавал. Смотрите, лук какой красивый. Ох, босс мерзкий. Задницу держи. А теперь в рот. Опа-на. И подожди, я сейчас в другой бране. Мужик, мы с тобой давай особо не будем в ближнем бою сражаться. Я тебе сейчас весь нос и стыкаю. Бедняжка. Я думаю, он сразу должен был уже понять. Видя меня, в такой одежде скажет. А, так это же знаменитый валенвудский охотник. Не, лучше с ним не связываться. Это оказался тупорылый скайримский медведь. Неотюсанный. Не понял еще с кем. Имеет дело. Давайте посмотрим на это все свысока. Я просто прям вообще... Предвкушаю. Вот оно. Вот он он. Скайрим. Скайрим под нами. По такую... Замечательную атмосферку. В лучах все. Кстати, там что-то беленькое виднеется тоже. Спрыгнем отсюда. А, давайте. Почему бы нет? Это мы умеем. Не атлетизм высочайшего уровня. С самого детства в Воленвуде заставляют на деревья залазить, чтобы... Домой прийти. Иди домой. И ты полез на дерево. А как там еще? Да где ты орешь? Что, прям подо мной что ли? Подождите, я чуть не понимаю. Ах. Притаился, сидит. Ой-ой-ой. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Я что-то перестал это, ну точнее не перестал, разучился орать. Чет последнее время тяжко мне это дается. С большой задержкой. Раньше сразу же тока подбегают и полетели обратно кувырком. А в последнее время теряться стал учетом. Теряю навыки, надо почаще кричать. Так, ну и все-таки что-то такое белое было, я его еще издалека увидел. Это что за... Ух ты, пчелиные улей. Говорили в детстве, никогда не вороши улей. Ну давайте попробуем. Сейчас нападут на меня. Пчела? Серьезно что ли? Давайте заберем. Соты пожрать можно. Понятно, что здесь делал медведь. Ну вы догадываетесь, да? Они же любят свои лапы совать. Мед жрать. Наверное с этой цели он сюда и пришел. Так, у нас есть пещерка, а есть какой-то курганчик. Но курган гораздо дальше, наверное, поэтому мы пойдем через пещеру. Сперва ее посмотрим, а потом уже туда будем путь свой держать. Пещера Торвальда. Тольвальда точнее. Тольвальд. Ох, а музыка-то такая зачем кошмарная, а? Нагнетает. Подождите, а где сама пещера? Это что? А, вот наверное, да, точно. Так, ну люди здесь были. Уже определенно видно сразу же. Причем вооруженные какие-то с тележкой приехали, наверное, искали. Шахту хотели открыть, может быть, искали какие-то ископаемые редкие. Но сейчас мы узнаем, что с ними здесь приключилось. Либо это разбойники. Потому что видно, что они до сих пор здесь. Огонь-то до сих пор горит. Опять эти уроды. Махматые. Смотрите, уже где-то здесь. Хлеб. Замечательно. Капусточка. Ага, медвежьи капканы. Может быть, это охотники какие-то были. Кстати, лук, да, скорее всего, охотники. Капкан сработан, сработавший, но никто не попался. Да где-то орешь, я понять не могу. Слушай, там меня накаляет, прям не могу. Ты что, сверху, что ли? Он мне прям в уши орет, прям где-то здесь. Либо это эхо такое сильное. Ой, он прям справа ходит. Я прям слышу его шаги. Кстати, у меня же сейчас, наверное, стал еще и этот взлом меньше. По-моему, мне тот сет мой давал его. Так, дневник охотника. Да, точно, это охотники. Смотрите, кружечка, перо, да? У костра сидел, писал. Прям отлично. Вообще, мои собратья. После того, как мы несколько дней преследовали этих тварей, мы наконец-то нашли их логово. Похоже, они поселились где-то в глубине этой пещеры. Возможно, их больше, чем мы думали поначалу. Но, судя по странным колоннам и трубам вокруг, мы наткнулись на какие-то древние руины. Мой дед всегда говорил, что в таких местах полно сокровищ, которые только и ждут, чтобы их нашел кто-то. Мы решили разбить лагерь, разобраться со зверем и посмотреть, удастся ли добыть тут что-нибудь ценное. Ух ты! Попахивает, чувствуете? В воздухе. Приключениями запахло. Вот они, прям здесь. Ага. А, я тебя ищу по всей пещере, а ты тут сидишь беснуешься, орёшь. Поспать решил? Не удастся. Держи. Вот так вот сработано. Три стрелы. Красиво. Ага, точно там какие-то лон-колонны виднеются. Какая-то резко. Интересно, кому это приведет? К двеймерам или... К драуграм? Ну, скорее всего, к драуграм. Больше на них похоже. Я хотел перепрыгнуть, всё-таки порвал. Не получилось, малость. Ну что, погружаемся? В неизведанное? Так. Ага, вот этот мишка уже кого-то тут и взорвал. Но видно, что давно очень. Это наверняка, наверное, не из тех охотников. До этого. Хотя нет, кровь ещё даже эта, не высохшая. А возможно, именно те, которые писали дневничок. Короче, тут кругом. Медведи. Тут медвежий улей. Где-то за стенкой, что ли, был. Вот здесь, наверное. Да, точно, скорее всего, здесь. А это что такое за проход? Снежиягодник. Ну, вроде как раз, но ягоду нельзя жрать, насколько я знаю. Или синюю. Подождите. Я задавался этим вопросом. Вы даже в комментариях мне отвечали. Это, по-моему, у нас было в обливионе. И вот я опять забыл. Чёрт возьми, я когда-нибудь точно в лес, если пойду, я там подохну. С этим вечным вопросом, какую можно, а какую нельзя, красную или синюю. Так, ну что, прям под хвост? Надхвостом давайте вот это. Вот сейчас можно под хвост. Эх, повернулся. Ну, не получилось, малость. Обычно просто самый болезненный именно туда. Ну и как бы мясо сохраняется тоже всё-таки. Можно потом разделывать. Прям вот так вот за стрелу берёшь, вытаскиваешь всё лишнее. Прям на стрелу намотано и выкидываешь. Так, опять два ответвления. Хочешь туда иди, хочешь сюда. Так, я не понимаю, подождите. А, ну мы отсюда пришли. А, ну это просто какой-то столб, мы вокруг него тут гуляем. Хотя нет. Короче, путаница какая-то. Ну-ка. Ну да. Вроде бы то же самое, ничего не пропустил. Путь только вперёд. Идём, смотрим. Мне кажется, это постепенно перерастёт всё-таки в нордские развалины. В какие-то, возможно, мы придём к двери. Норды. Ой, норды, говорю эти. Двемеры. Светящиеся грибы, походу, ещё и с фаунерами связаны. Опа-на. Вот это местечко. Это что такое? Слушайте, за манухой попахивает. Сейчас подойдёшь, у тебя ловушки какие-нибудь как разорвут. Прям положили так. Прям вот сюда, на алтаре, на этот. Чё, можно брать хоть? Такой здоровый мешок, а 31 странно очень. Я знал, что чё-то да сработает. Где? О-о-о-о-о. Вылез. Ах ты. Это они сделали ловушку. Я знал, что это подстава. Да это было очевидно. Оно прям так лежит, заманивает. Говорит, иди сюда, возьми нас. Подходишь, берёшь, тут срабатывает. И они выходят уже, знаете, отравленного дротиком. Ну, всё, добивают. Смотрите, охотники. Фаумер, давно я вас не видел. Я даже по ним немножко соскучиться успел, если честно. Сейчас зато стрел сколько наберём. Целую кучу у меня, целый полный колчан будет фаумерских стрел. Ну что ж, тогда я предлагаю это уже делать, наверное, в следующей серии. В принципе, мы начинаем новую какую-то такую веточку. Зашли, казалось бы, в пещеру, а здесь какое-то приключение у нас будет. Ну, в общем, всё это будет уже в следующей серии. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если же так, можете меня поддержать, поставив палец вверх. Можете также написать какой-нибудь комментарий. И подпишитесь на канал, а также вступайте в группу ВКонтакте, если вы ещё этого не сделали. А с вами был Дэнни Марс и до новых встреч.